девочки будущие мамочки те кто выбирает роддом кулакова для себя для рождения новой жизни я очень советую вип-палаты здесь просто великолепные они выглядят как двухместный номер а двухкомнатная извиняюсь посмотрите только что для вас я снимала коридор где находится вип-отделения здесь на этаже шесть палат примерно они выглядят одинаково значит показываю вам первую комнату такая комната гостиная где вы можете принимать своих гостей потому что для этого здесь все есть и вы можете праздновать знаменательное событие рождения новой жизни потому что здесь есть бокалы конечно для мамочек это не нужно но для папочек родственники которые приедут вас встречать значит смотрите здесь есть такая стенка горка тут расположена посуда вот там есть стаканчики соответственно тарелочки вот их было больше я уже туда взяла посмотрите вид на город здесь есть диванчик если честно я пока не поняла раскладывается он или нет потому что муж с нами не оставался наверное нет диван не раскладывается принципе при желании здесь можно лечь но я не вижу смысла потому что другой комнате есть двуспальная кровать есть столик для принятия пищи сюда приносят завтраки обеды ужины есть стул стул соответственно телевизор он небольшой но этого достаточно также есть чай предоставляю чай черный зеленый сахар здесь ложки на этаже также есть комната где вы можете взять компотик посуду там есть мощная то есть на там постоянно налит отвар и шиповника значит переходим в другую комнату соответственно это спальня посмотрите какая большая кровать некоторые кола палаты здесь зависит от того в какое отделение вас повезут потому что вид палаты есть в двух отделениях где-то где-то в каких-то палатах просто такая больничная койка ну как больничная американская больничная кровать которая регулируется под разные положения тела соответственно вы можете нажав кнопку лёжа сидя находиться как вам удобно но мне на самом деле удобнее было вот спать на этой кровати потому что здесь я провела уже две ночи вот . у меня родилась позавчера и сегодня меня выписывают сегодня понедельник меня выписывают и я решила все-таки заснять вам видео потому что в тот момент когда я выбирала роддом я смотрела просто фотографии в интернете на сайте их немного на сайте именно перинатального центра кулакова а вот такого видео мне вот прям не хватало значит девочки смотрите что здесь есть здесь есть комодик на нем стоит чайник здесь вы можете его использовать для приготовления чая или для кипячения бутылочек бутылки они приносят вот если вы заказываете смесь для подкормки или там вы и на искусственном питании они приносят их вот в таких вот стерилизованных бутылочках с такими сосками но соответственно естественно я лично у меня есть свои бутылочки я просто вот взяла тарелочку и в них стерилизовала их то есть заливая кипяточком вот просто то есть бутылочку вы свою потом переливаете из вот этих вот сейчас у меня дочь увезли на обследование предвыписное поэтому я не могу вам показать все весь процесс значит смотрите что здесь есть что здесь предоставляют в каждом номере когда вы заселяете есть есть соответственно одноразовые пеленочки они предоставляют памперсы подгузники не памперсы фирмы хаггельс ночнушка сменное постельное белье она вам поверьте понадобится потому что когда вас привезут из родовой палаты из вас будет лить как из ведра поэтому протечки неизбежны а это дальше мы тоже обсудим значит предоставляет свободном доступе сколько нужно детского белья то есть вообще брать с собой ничего можно и не брать на самом деле не обязательно потому что все здесь все чистенькое все выглаженное соответственно я взяла с собой только вещи на выписку красивые и все потому что изначально у меня пакет вип плюс повторюсь для тех кто интересуется стоит он 350 тысяч в него входит вот такой замечательный номер вот значит я уже с темы на тему прыгаю покажу вам что тут еще есть остальные полки по моему пусты вы можете использовать их для своих личных вещей вот что мне очень здесь понравилось это прям настолько удобно это вот это замечательная пене пеленальная конструкция такой пеленальный стол но настолько удобен он очень во первых он мягкий подушечка очень мягенькая вот соответственно я поселила пеленочку чтобы ребеночку тут одноразовые подгузники которые я привезла с собой это мои личные те которые здесь были вы можете спокойно забрать домой рекомендую обязательно девочки кто поступает в роддом купите себе вот такой вот меделла пьюрлан это ланолиновый крем ланолиновая мазь это обязательный атрибут первых дней после родов и вообще помощник в будущем у меня просто второй ребенок и это всегда выручает потому что соски просто болят не и мира невероятно первые дни пока вы настраиваете лактацию и я думала что первая дочку первую дочку кормила полгода и не думала что у меня будет те же самые проблемы что из первой лактации то есть соски болят ужасно поэтому настраивайтесь их мазать вот таким вот такой вот мазью для того чтобы они вас не потрескались значит здесь вот есть вот такой вот шкафчик он пустой здесь я даже не заметила что здесь еще одна есть такой то есть это все предоставляется здесь действительно брать ничего не нужно только на выписку возьмите если у вас кто-то принципе это все чистенькое мне кажется вообще даже новое переходим дальше очень удобно и невероятно удобная ванночка где его ребеночка можете помыть обмыть и используйте салфеточки тут хотя бы пару раз день его помыть подмыть когда выходит миконий миконий для тех кто не знает это какашечки извините за такое слово это какашечки черного цвета которые в первые дни жизни новорожденного выходит вместо привычных там коричневых или желтеньких он такой черный он очень такой насыщенный и смыть его достаточно так вот не так легко как обычные какашечки поэтому все что тут вот находится это так настолько удобно вот внизу там ничего такого нету принципе да господи что же она так ладно ничего страшного а вот что здесь еще есть настольная лампа кстати кто здесь собирается рожать настоятельно рекомендую брать с собой воду здесь есть и на этаже кулер но а бутылок самих нету и нет у них каких-либо кувшинчик of поэтому возьмите с собой хотя бы полторашку я советую прямо полтора литровую бутылку воды взять для того чтобы просто наливать из кулера потом не затруднить чтобы не бегать с такими маленькими как я бегаю вот здесь при поступлении как раз таки лежали все гигиенические средства для рожениц то есть одноразовые пеленочки и прокладки которые такие большие размером для первых делений которые вас там будет значит здесь книжка все номера телефонов дежурные медсестры вот соответственно детская медсестра медсестра которая вам понадобится в первые дни 24 часа они работают сидят позвонить они всегда ответить любой вопрос они подойдут к вам то есть соответственно вот этой книжке вся полезная информация для оформления документов для того что вам нужно там на выписку все в общем в этой книжке написано описано значит кровать в принципе удобная мне спалось очень хорошо матрас жесткий вот поэтому мне все понравилось и для меня действительно это самая удобная кровать которая может быть в больничном больничной палате потому что хочется развлечься нормально и кстати расскажу вам лайфхак как быстренько чтобы животик у вас втянулся первые роды мне об этом не рассказывали я рожала в майами эту тему обсудим позже для сравнения чем отличаются роды в майами в одном в одном из лучших госпиталей вообще в принципе лучшим госпитале майами я рожала в голливуде это район майами не путать целым с лос-анджелесом мемориал госпиталей но здесь я действительно была как санатории по ряду причин кому интересно дальше смотрите в ложек и будем об этом говорить значит что здесь еще есть вот такая вот штука они включают ее раз в день на полчаса или даже на час она обеззараживает помещение и соответственно если мамочкам нужны там какие-то дополнительные лекарства инъекции через вену капельницы то здесь все есть все для этого есть удобно розеток куча в общем потрясающе место и совершенно все грамотно расположена и очень удобно вот для тех кто любит покушать здесь есть холодильник вот если вы поступаете сюда и не знаю почему именно так вот для меня это кстати было очень удивление увидели удивительно если вы поступаете в будние дни то вам предоставляют помимо обычного больничного питания которая которая здесь кушают все которые лежат не одни и не только по випу она выглядит вот примерно вот так я просто оставила специально чтобы показать как бы так в меру вкусно не так сказать не ничего особенного я поступила в пятницу то есть пятницу помимо больничного питания мне вообще в 2 и в 2 вдвойне кормили получается я еще получала питание из ресторана или кафе и не знаю что но это только в будние дни из понедельника по пятницу вот субботу воскресенье лежала я пыталась только больничным но в принципе мне этого было достаточно мне приносили по две порции потому что со мной был заявлен муж вот значит если это из кафе то приносят вот в таких контейнерах это вкусно действительно намного вкуснее чем обычно больничная еда в общем голодовать здесь не будете если будете лежать на випе не знаю что происходит в обычных палатах но в кулакова не лежат девочки бесплатно здесь никто не лежит кроме тех кого по показаниям значит у кого по показаниям патологии тогда их направляют сюда значит смотрите девочки у меня получается родила позавчера животик у меня уже практически как бы еще не сказать что прям втянулся брюхо не висит перехожу к лайфхаку который я узнала в эту только беременность даже где-то уже начинает пресс проявляться но все равно еще кругленький значит сразу же после родов рекомендуется когда вас привозят в отделение по в палату вашу рекомендуется ложится на живот и лежать по два часа это больно потому что матка начинает интенсивно сокращаться вот и соответственно животик уходит быстрее потому что все бандажики и все что рекомендуется оказывается я тоже не знала мне даже майами об этом не сказали в майами надевают бандаж сразу а дело в том что бандаж нужно носить только когда вы ходите если вы целый день лежите на кровати и малоподвижно нет смысла вообще его надевать потому что он провоцирует только опущение матки соответственно его надо носить только тогда когда у вас задействовано брюшная брюшная полость это ходьбе значит очень важный момент если вам нужно сцедиться а вам по любому нужно сцедиться потому что на третий день приходит молоко у кого как у кого быстрее у кого позже но сцеживаться нужно для тех кто хочет наладить грудного вскармливания здесь предоставляются консультанты один раз в день она к вам будет приходить все рассказывать показывать если что-то нужно она все там проразма размассажирует и значит так нас с вами прервали о чем мы говорили значит молоко отсосить если в в любом случае я рекомендую его брать потому что рассаживаться обязательно нужно это прям необходимо потому что в первые дни когда особенно приходит молоко роженицы не знают что делать потому что главное не спровоцировать мастит и вот эти камни которые грудь получается грудь на при приходе молока на набухает нагрубает и тут надо прям реально интенсивно и и провоцировать чтобы все выходило поэтому вот такое чудо аппарат вам в помощь дальше дома будете сами сцеживаться можно руками сцеживаться но поверьте это удобно это можно попросить у медсестры это профессиональный аппарат медела в первую беременность у меня был дома такой же но не дело но другой такой блок но достаточно интенсивный с двумя вот такими вот не знаю как эта конструкция называется для отсоса молока вот такими бутылочками соответственно с насадочками на грудь вот значит что еще очень удобно прям невероятно удобно здесь это то что здесь есть электрические посмотрите электрические карнизы потому что вот хочется выспаться и соответственно вы опускаете у вас темнота можете здесь просто сделать вообще blackout и будет вам счастье потому что в первые дни высыпаетесь девочки домой придете там может вам будет не до сна но я давала на ночь ребеночка в детское отделение с чего я не делала в первую беременность после первых родов я боялась что вдруг не дай бог там кто-то докормит моего мою дочку смесью и я невозможная бы была я была как робот как зомби потому что я вообще не высыпалась абсолютно не высыпалась девчонки смотрите сегодня мне принесли завтрак для тех кто интересуется чем здесь кормят опять же повторюсь это то что дают в будние дни несмотря на то что я на випе значит кашка пашками кстати очень нравится но очень вкусная дальше что здесь у нас омлетик сосисочка мне же это у меня все в 2 вдвойне вкуснее поэтому у меня в двух курсах войну на земляне вот так значит кашка и омлетик и сосисочка не принесли но у меня здесь есть чай это вот так вот и попозже понимаешь что мне еще принесут больно ночная поэтому начнем с каши эти пакеты подписаны в общем теперь я готова показать себя девочки вот показываю такой какая есть ничего не стала замазывать после второй беременности у меня появились пигментные пятна дело в том что и 1 2 беременность большинство времени проводила на море но первая беременность не было 2016 году соответственно слово карантин мы тогда еще не знали в этом году я 2021 году мы были три месяца в дубае и соответственно вот оттуда я привезла вот такие вот пигментные пятна но тут я не знаю с чем это связано скорее всего с моим личным гормональным фоном потому что в первую беременность мы с мужем постоянно летали ему месяц практически провели на филиппинах то есть я не могу сказать что у меня кожа была не задействована солнцем я постоянно находилась на солнце и 6 месяца мы улетели майами где потом последствия и были первые роды но я не наблюдала тогда мне было 28 или 29 лет я уже не помню вот и соответственно таких пигментных пятен на мне тогда в тот момент не было чего не скажешь про вторую беременность потому что обсыпала меня здесь уже жуткая постоянно на отбеливающих кремах соответственно спев мой лучший друг по 55 раз на на день я его наношу но не помогает значит но вот сейчас буду заниматься как только что приду в себя начну и у нас сейчас август месяц соответственно с октября я начну заниматься лицом делать фото омоложение для того чтобы пигмент выпить и подготовиться к зимнему периоду может быть пройдет и надеюсь значит не в этом суть не в пигментации значит дело в общем девочки теперь поговорим о том значит мне есть чем сравнить потому что первую беременность еще раз повторюсь я шести месяцев беременности находилась в холан дейли это район флориды майами как мы привычно называем ну как бы это не так правильно потому что в майами это только вы прилетаете сам район мам майами дейт это район соответственно флориды куда вы прилетаете в основном майами живут только локалы я имею ввиду русские наши любят останавливаться в холан дейли в колливуде сани ас и соответственно там рожают вот первые роды мои были именно там замечательное время потрясающие эмоции и очень хотелось повторить их со вторыми родами но карантин все решил за нас виза у меня закончилась соответственно в прошлом году и потом возможности получить ее не было потому что ее не выдают и даже мы так пытались в дубае это сделать в этом году в дубае мы меняли первой дочери паспорт загранпаспорт как раз ей пять лет а паспорт загранник как и принципе в россии выдается на пять лет детям и мы приехали в американское посольство меняя паспорт мы спросили когда мы можем подаваться на туристическую визу даже в дубае нам сказали что ранее чем мая 2022 года туристические визы рассматривать не собираются соответственно мы пролетали пролетели с американской и мы попытались с нашим папочка сделать все возможное для того чтобы родить в канаде потому что канадский паспорт считается одним из лучших даже лучше чем американский паря по ряду причин извините у меня тут конструкция на коленках я держу телефон и соответственно он не устоял такой информации вот значит мы сделали все возможное для того чтобы получить разрешение на въезд так как у нас европейские паспорта визы нам просто не нужны были нам нужен был просто разрешение на въезд для того чтобы я могла так сказать родить в канаде и дать второй дочери путевку жизни сразу при рождении получив канадский паспорт который повторюсь еще намного лучше чем американский если интересно почему задавайте вопросы в комментарии я запишу новое видео и подробно расскажу чем же лучше канадский паспорт чем американский значит подав через юриста обладив услуги юриста подав все документы которые требовались мы делали это по medical reason по якобы мы едем туда на операцию а вот соответственно до этого рассматривались когда вот между вот этими периодическими вспышками коронавируса потому что канада очень закрытая страна во время коронавируса была она не такая закрыта как австралия но на порядок все они вообще никого не пускали к себе вот соответственно юрист нам сказал не в коем случае не подаваться именно в локдаун в тот период когда страна закрыта подождать вот когда этот локдаун закончится вот этот отрезок между новыми вспышками в мире то есть они периодически закрываются закрывается на кого-то там на месяц открывается вот мы дождались 2 июня когда они очередной раз открылись подали документы юрист сказал обычно рассматривается 14 рабочих дней подали мы документы 2 июня через компанию канада мама слава богу что мы не оплатили все услуги сразу оплатили только юриста потому что сиву родила я 6 августа сегодня у нас 9 августа и по сей день мы не получили не да не нет ни ответа не привета то есть получается 1000 долларов пустоту отдана юристом и никаких вообще то есть ни сном ни духом юристы отписываются что это просто департамент иммиграционные департаменту не потому что нас кинули они нам предоставили все документы подтверждающие о том что они действительно все документы подали ответы от департамента они получили то что вот ваши документы про под ваши документы получены ждите ответа ну вот по сей день мы его ждем практически скоро будет уже 2 сентября будет три месяца как мы ждем и я если честно не надеюсь вообще получить какой-то ответ то есть вот так вот я просто для себя знаю что мы с нашим папой сделали все возможное для того чтобы предоставить деть дочери второе гражданство слава богу что у нас есть европейские паспорта и дочь у нас не останется только с российскими то есть потом последствия мы сделаем ей европейский паспорт и как бы вот так вот но он или у нашей первой дочери есть американские и соответственно европейские документы тоже вот значит о чем я так 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 возвратимся к вопросам о том где было лучше рожать значит повторюсь майами рожала я в госпитале мемориал это один из лучших госпиталей там я бы сказал самый лучший именно в том районе там тоже как бы их много разных госпиталей но на тот момент это был самый свежий госпиталь после ремонта туда было колоссальное количество миллиардов ложено для его реконструкции соответственно это как вот здесь я нахожусь перед на перинатальном центре кулакова и здесь то есть если вдруг не дай бог что-то произойдет с роженицей или с малышом тут же сразу отделение патологии тут тут огромная клиника которая предоставляет весь спектр медицинских услуг полностью то есть все лучшие врачи доктора наук это исследовательский этот институт и тут все как бы на уровне то есть это не просто роддом если вдруг не дай бог что случается из роддома уже везут потом перинатальные центра и детей или если что-то с мамочкой случается какие-то серьезные и везут потом уже в такие отделения то есть но это уже там через скоро значит почему я выбрала то есть остановила свой выбор именно на этом центре потому что выбирала я между лапина и потом вообще у я была уверена что рожать я буду в лапина когда уже поняла что нет смысла ждать от канады ответа нужно уже куда-то прикрепиться потому что мне как казалось каждый день что я вот-вот рожу вот хотя . я практически до 40 недель она у меня пересидела так сказать значит сравнивая майами и кулакова именно вип-палаты я не знаю опять же повторюсь я не знаю что происходит в обычных палатах там где девочки лежат по двое по трое не знаю лежат или нет может там вообще это палаты я сейчас на не интересовалась вот потому что контракты здесь можно заключить и от самых там например дешевых по моему от 60 тысяч до самых вот таких вот дорогих я просто как бы я взяла вип плюс он стоит 350 тысяч повторюсь контракт у меня был скан наталья энкинов на это один из лучших докторов здесь то есть она доктор наук и принимает роды также на главный врач родовая родового отделения емц если кто знает что в емце стоит традить больше миллиона рублей это роддом на правде улица правда то есть круче чем лапина считается ну то есть центре москвы вот и у нее здесь мне посоветовали ее потому что я переболела в дубае к видом и соответственно у меня был ряд вопросов как же повлияет но все обошлось все отлично ребеночек родился здоровым вот сегодня будет еще обследование сердца узи я взяла еще дополнительное обследование которое здесь стоит 14 тысяч потом буду оплачивать узнаю то есть я советуют это сделать первые дни после рождения ребенка особенно узи мозга вы можете сделать только в первые дни пока мозжечок еще не был закрыт костями вот как она называется когда господи забыла это слово через но родничок на голове у малышей когда они рождаются он открытый потом уже кости черепа сводится и становится как бы головка как обычно то есть именно только в первые дни после родов можно спокойно проверить головной мозг через узи потому что спокойно там есть куда подлезть так сказать я взяла полное обследование так значит вот вернемся к натальян киновным то есть в тот момент когда я рожала она была на конференции она мне передала замечательным врачу николаевой анастасии владимировны то есть она непосредственно принимала мои роды но я в восторге девочки я вообще советую всех врачей то есть вы должны выбрать я перед тем как сюда приехала я пошла к одному врачу именно все это были зав отделением или главврач то есть я познакомилась одним со вторым вот а потом с натальян киновной и соответственно она меня передала николаева и вот все отлично мне все понравилось и вообще все было очень на уровне классно а вот значит чем лучше выбрать именно пакет вип плюс хотя например с натальян киновной заключить другие договора у нас не получится она работает только свет плюс а вот с николаевой у нее по моему есть вот договора которые по моему от 120 или 130 тысяч и дальше там уже но это это палата оплачивается отдельно такая палата стоит 20 или 25 тысяч в сутки я уже не знаю что как бы я этим не интересовалась по 25 такие вот палаты 25 стоит да в общем то есть если вы берете в плюс не знаю как бы тут не важно как у вас пройдет роды не дай бог там если кесарево срочная будет да по показаниям что вы же не знаете как пойдут сам родовой процесс может быть то есть если вдруг что-то такое происходит то обычно вы доплачиваете если вы оплатили уже этот контракт сколько бы вы дней или по три дня как я при естественном рода разрешение или же пять дней если это кесарево сечение то тут уже конечно придется доплачивать а если вы оплатили в плюс то или три или пять дней тут вас уже не касается то есть это все уже как бы включено это и если вдруг там понадобится еще какие-то дополнительные дни вам или малышке то есть соответственно все это покрывается уже из средств бюджета клиники уже как бы вас это тоже не касается потому что вы оплатили блок и как там дальше пойдет это уже не ваши проблемы вот соответственно большим плюсом именно вот этого вип-плюса то что у вас есть своя акушерка а поверьте она вам очень понадобится потому что врач сама периодически заходит выходит она находится на родах но главный человек который с вами постоянно находится в родовом процессе особенно если это первые роды потому что первые роды не так стремительны как вторые и в первые роды вы еще вообще ничего не понимаете для вас схватки это какой-то адовый ад естественно вот эти вот то есть это вот их нужно правильно продает продышать то есть соответственно кто то там есть героини которые рожают без эпидуралки я к таким героиням не отношусь и в первые во второй раз я использую эпидуралку но в первый раз я геройствовала восемь часов схваток я терпела ну как бы восемь первые схватки они первые роды они сначала начинаются такие еле заметные потом где-то часам но смотря кто сколько часов рожает я рожала первую дочку 17 часов поэтому первые восемь часов я геройствовала потом сказала колите это все я не я не буду геройствовать в общем соответственно в майами у меня не было своего анестезиолога и акушерки которая сама находилась то есть это люди которые приходили уходили и в общем вот так вот здесь акушер очка со мной все время находилась мы разговаривали на схватках она дышала со мной общем она рожала вместе со мной соответственно все полностью контролировала муж тоже находился со мной вот единственный фактор только только то что сейчас карантинное время его пустили не сразу в родовой зал меня когда уже я приехала и поняла что действительно я в родовом процессе мы сразу же сдали пцр тесты меня у меня у меня взяли пцр тест на меня повели в родовую а муж мой три часа ждал чтобы получить отрицательный ответ то есть если бы он был у него положительно его бы не пустили для тех у кого роды происходит стремительно есть тест на к вид часовой правда стоит он почти девять тысяч восемь девятьсот ну то есть как бы мы издали обычный 3 часовой и он был готов через ровно три часа мы получили ответ и мужа запустили в родовую то есть он пришел заселился в палату поставил чемоданчики наши и получается поднялся уже на четвертый или на каком этаже я рожала неважно туда уже в родовые блоки единственное конечно что мне тогда было не до съемок я вот сейчас жалею о том что я не сняла вам родовой блок но там все очень очень хорошо огромные родовые палаты они больше чем майами ну в принципе это не так-то важно как они большие светлые как бы вы в одной палате по 300 человек не рожают даже все кто по обычным контрактам вот опять же повторюсь здесь самый дешевый контракт стоит он называется роды в радость с любым врачом кто кто вот есть вот на смене тот принимает вот но я рожала соответственно с главным врачом вот с николаева анастасия владимировна все было замечательно круто и классно то есть вот я сейчас опять же возвращаясь к тем эмоциям которые испытывала соответственно если сравнить там первые вторые роды первые роды они были очень длительные и все как-то все долго тянулась вторые роды очень быстрые они сильные ну как бы так сказать может сказать я родила за 9 часов но это все как-то пока пока приедешь пока то пока все как-то как-то очень быстро матка открывалась но они были намного больнее именно потужной период то есть если вам интересно сравнить и честно я кричала прям кричала вот эти 15 минут когда потуги когда ребеночек шел я орала прям как как и нормально и потом я спросил у врача говорю почему почему так было больно она говорит это нормально и вторые третьи роды вы их схватка мы нормально относитесь но когда вас начинает тужить вы не можете остановить процесс и как бы она все она уже лезет и как бы в первых родах не так потому что головка ребенка в первых родов она деформируется получается вытягивается как у инопланетян у пола инопланетян на что знаете головка яйцо а тут ребенок родился с круглой абсолютной головой вот круглая она получается было очень больно но это все быстро забывается сейчас я уже это об этом не помню уже через через какое-то время захочу третьего ребенка но это я шучу конечно а там как посмотрим вот значит девочки вот так вот столько информации с темы на тема перепрыгивая надеюсь вам понравилось если какие-то вопросы давайте комментариях с удовольствием запишу вам видео еще но честно в общем много чего есть рассказать возможно позже я еще что-то запишу но сегодня меня выписывают поэтому нужно себя сейчас порядок приводить значит надеюсь вам понравился понравилась информация которая я вам рассказала соответственно надеюсь те кто ищет для себя выбирая трудом я очень советую кулакова опять же повторюсь сравнивая с лапином но таких условиях которых рожала я здесь лапином бы мне стоило 800 тысяч то есть там за 350 еще будете в очень маленькой палатке находиться никаких индивидуальных акушерок вас не будет и индивидуального анестезиолога который тоже вам очень нужен потому что анестезию вводит капельно дозировано чтобы вас прям до самого потужного периода она держала ну а потуги вы уже ничем не забьете как бы короткий промежуток времени поэтому всем пока пишите задавайте вопросы с удовольствием на них отвечу